У вас есть возможность высказать свое мнение путем участия в электронном опросе на официальном сайте ТВ2 Комрад. Вопрос этой недели касается предприятия поставщика воды и звучит вопрос так, что поможет СУ каналу. Оставляйте свое мнение на сайте ТВ2 Комрад. А сейчас вы можете узнать мнение жителей города. Мне бы не хотелось. Хотя и обслуживание у них и сейчас мне не нравится. Почему только утром вода и вечером. Целый день воды нет у нас в Украине. Хотя мы готовы платить за то, что мы же по счетчику платим за время, а целый день нет воды. Хозяйка дома хочет постирать, например, не может, потому что нет воды. А поздно ночью она же не будет стирать уже. Человек приходит с работы, хочет отдыхать уже, например. То, что нет воды, вода редко бывает. Или утром, или вечером. И все. А целый день нет воды. И это каждый день. Только в воскресенье, по-моему, есть вода. А так целый день нет воды. Это очень неудобно. При том, что мы платим за воду, всегда платим по счетчику, как положено, а воды нет. Это нам приходится наполнять ванны, там всякие, тазики, чтобы иметь воду. Им же это все готовое перешло. От Советского Союза осталось. Они же сами не делали, как и другим. Может быть, возможно, что руководство сменится, что-то поменяется. Ну, это вообще неразумно, конечно. Это для наших людей очень плохо. Я так думаю. А как это? Людей оставить не только, наверное, не знаю, какие-то свои проблемы вкладывать в деньги, но помочь немножко, если они продвинулись людям, городу помочь. Всему городу, простым людям. Думаю, не стоит. Но если оно наше, зачем? А кому продавать? Нет. Зачем? Если это государственное предприятие, зачем его продавать? Ну, это не от руководства. Может, какая-то там есть, ну, когда новый приходит, пока он там входит в курс дела, может, какие-то есть. А так, в принципе, это система, это механизм. Там руководитель, не от руководителя многое зависит вообще. Что вы имеете? Сегодня вода есть в городе. Так, как она есть, так она и подается. Искать выгод. Не обязательно это концессия. Может, другой какой-то вариант. Если у нас появится кто-то, желающий из Камрачан вложить свои деньги, только рады будем и благодарны, что именно наши патриоты местные. Но таких пока нет.